Всем привет! С вами Слово Артём Фёдоров. И сегодня мы поговорим о том, откуда берётся эмоциональная зависимость. Когда рождается ребёнок, в первую очередь рождается та структура его психики, которая называется «оно». Оно само по себе антисоциально. Это все наши «хочу», грубо говоря. Например, когда ребёнок хочет есть или пить у 2 или 3 часа ночи, об этом знает вся семья. Он не знает, что такого слова нельзя. У него есть слово «хочу». Со временем, когда ребёнок растёт, взрослеет, появляется следующая структура, которая называется «я». Задача «я» – социализировать все желания «хочу». И ребёнок начинает думать, принимать какие-то интуитивные решения на своём интуитивном, логическом уровне о том, что такое можно, что такое нельзя. Он начинает исследовать мир. То есть, вот такой вот маленький профессор. Со временем, по мере взросления ребёнка, появляется следующая структура, которая называется «сверх-я». Что такое «сверх-я»? Это все наши моральные принципы, нормы, устои. Другими словами, это все наши «должен». И вот, чтобы найти консенсус между «должен» и «хочу», есть вот такая вот структура «я». Откуда берется «сверх-я»? Это все то, что мы копируем от родителей. Это все то, что прибивают нам родители. Это их воспитание, их забота о нас. Иногда наши родители могут быть очень заботливыми, гиперзаботливыми. Например, ребёнок пытается завязать с шнурки, мама говорит «нет, я это сделаю сама». Она его кормит, поет, всё делает за ребёнка. И в результате его «я» не взрослеет так, как ему положено. И оно становится вот таким вот, как бы фрагментарным. То есть, это такая гиперответственность, гиперзабота нарушает естественное взросление, естественное развитие структуры «я». Иногда родители бывают слишком холодными, слишком вот такими вот критичными, незаботливыми, далёкими от ребёнка. Соответственно, ребёнок не получает должного воспитания. Тогда структура «я» при холодных вот таких критических родителей, она тоже не получает должного развития и тоже является вот такой вот фрагментарной. Причём она фрагментарна, вот с обоих сторон, со стороны «оно» и со стороны «сверхия». Человек не может жить с фрагментарным «я». Потому что в этом случае всё время внутри него будет борьба между должным и «хочу». Для того, чтобы дополнить свою структуру «я», он ищет другого человека и другим заполняет вот эти вот пробелы. В психологии заполнение своего «я» другим человеком называется симбиоз. О том, что такое симбиоз, мы поговорим в следующий раз. Ну а теперь хочу прощаться с вами. Всем пока. С вами был Артём Фёдоров. Приходите на наши семинары, участвуйте в наших вебинарах, следите за нашими выпусками. Всем пока.